Для своего бутылкореза я буду использовать вот такой кусок бруска, заранее в нем прорезаны несколько отверстий, в данном случае два. Глубина отверстия позволяет регулировать толщину нарезания ПАВ-ленты. Кому нужно потолще, кому потоньше. Здесь два отверстия. Потом вот такой кусочек от канцелярского ножа и четыре самореза, чтобы этот нож можно было закрепить. Монтируем. Начнем. Компания. 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 Пающий— Петра. далее крепим брусок поверхности стола берем бутылку из которой будем резать ленту и отрезаем дно отрезал дно теперь нужно сделать такой маленький хвостик чтоб пропустить его внизу ножа подкручиваем брусок и брусок и брусок и брусок и брусок Ну а теперь пробуем резать. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот такое количество материала получилось из одной бутылки. Как уже известно, что этим материалом можно скреплять разные деревянные поверхности, но не только. Сейчас проверим, как это можно сделать. Две простых деревяшки нужно соединить между собой. При строительстве, например, какого-либо шалаша или навеса в лесу. Ну, условно говоря. Перевязываем их лентой. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Вот получается такая конструкция. Где-то на природе можно использовать кусок головешки из костра, чтобы нагреть эту ленту. И она приобрела свои скрепляющие свойства. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот в процессе нагревания лента скукожилась и приобрела те свойства, которые мне были нужны. Вот эти две скрепленные деревяшки выдерживают достаточно серьезную нагрузку.